ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас сегодня в гостях друзья-человек, который является буревестником Евровидения в нашей стране, благодаря которому, собственно говоря, совсем скоро в Москве произойдет то, что ждали давно все. А именно финал конкурса песни и пляски европейской Евровидения. Самодеятельности. Нет, самодеятельности мы не говорим. Твоя победа, Дима, расставила приоритеты. Вы знаете, что удивительно? Удивительно, конечно, и приятно слышать от Вани такие слова, потому что считаю его очень талантливым и разносторонним человеком. Пора заканчивать программу. Поэтому слова звучат гораздо весомее для меня, нежели вот все остальное. Дима, давай называйте... Ладно, мы сейчас начнем готовить, потом мы поговорим об этом. Что мы готовим сегодня с твоей помощью? Я сегодня выступаю не совсем, так сказать, в свои роли, вот, хотя готовить я люблю и умею в детстве это делал неоднократно. Так. Вот, но то, что я сегодня хочу вам предложить в этот праздничный день, это треугольники. В Татарстане я жил долгое время. То есть это вот таки татарское блюдо, да? Ну, оно татарское, да. Кто-то называет его самсой, кто-то называет его треугольниками, кто-то называет еще как угодно. Вот, ну, в моем случае это треугольники. Очень вкусные, очень питательные. Треугольники с мясом. Да. И судя по тому, что я вижу черри, помидоры, креветки и руколы, мы готовим салат рукола с черри, помидорами и креветками. Все правильно. Все верно. Каче довеска. Ну, да, такого, так сказать. Что... Что... Слушай, ну, на самом деле, я тебе хочу сказать честно, ты пошел путем самым сложным, потому что немногие смельчаки в нашей программе отваживались делать тесто. Что нам нужно? Прежде всего, это то, чтобы тесто поднялось. Дрожжи. Очень трудный продукт, на самом деле. Вот. 40 грамм дрожжей буквально разводится в теплой воде. В теплой воде, да. Совсем чуть-чуть, видите, да, чтобы это все поднялось, чтобы было заметно, что это все живет. Вот. Вот, а добавляем сюда два стакана теплого молока. Стакан, стакан. Вот, вот, вот стакан, да, вот сюда. Вот таких-то, да, таких вот стаканов находится. Ну, здесь 300 грамм, но надо сделать на глаз там 250. Хорошо, раз. Пошел. Раз. Второй стакан. Второй тоже. Все-таки... На подходе. Все-таки, конечно, я убежден, что сейчас у большинства твоих поклонников, поклонниц особенно, конечно, счастья вдвойне, поскольку совсем скоро финал Евровидения. А я так понимаю, по традиции, которая сложилась давно-давно, человек, который победил на Евровидении, должен его открыть. Правильно? Да. Открывать я буду Евровидение там, посмотрите. Так, Дим, молоко мы просто подогреваем, мы не кипятим. Да, не кипятим. Мне нужна ложка. Ложка. А скажи, сколько муки нам нужно? Муки на глаз. Вообще нормальные люди все, кто имеет хоть какой-то талант и расположенность к готовке, он должен понимать все и делать это без мерных стаканов. Хорошо, значит, мы, ты сейчас будешь на глаз-то добавлять сам. Можем пробовать его. Нет, подожди, сейчас уже совсем скоро нагреется. Мука здесь, мы делаем дрожжевое тесто для треугольника. А что у нас, сначала мы сделаем тесто, потом будем делать начинку. Да. Можно все одновременно. У меня вопрос к тебе, я убежден, что сейчас нам всем интересно узнать, что происходит с Настей Приходько, которая в этом году представляет страну на конкурсе Евровидения. И Настя, которой ты, когда она победила в отборочном туре, сказал замечательные слова, поддержал молодую певицу. Вот слушай, ты помнишь, что ты перед Евровидением чем ты питался? У нас программа кулинарная. Ай, ну я очень мало на самом деле ел, не потому, что я типа слежу за фигурой, там бла-бла-бла, всякая такая ерунда. Вот, а просто это не было... Ты обо мне рассказал, что я слежу за фигурой, бла-бла-бла и всякая ерунда. Все это в моей жизни. Ну ерунда, конечно. Слава богу, мне повезло, я никогда не думал о фигуре, у меня просто родители такие, как бы, не очень большие. Потому что я принадлежу к тем людям, у которых, если много ешь, появляется барабас. Ну у меня нет, мне пока не понравилось. Ну прекрасно. С 27, ну что-то минута даже нет. Ну да. Так, я думаю, это стоит делать вот сразу здесь. Так. Молоко уже, все, да, уже теплое, да? Уже теплое. Так, я знал, что я вот иду на программу, где нужно сконцентрироваться, во-первых, на блюдах, но еще и отвечать на вопросы иногда, знаешь, каверзные. Каверзных вопросов на нашей программе нет. Так, слава богу. Самый камерный вопрос на нашей программе, будьте любезны, верните вилки. Если бы вы видели, что здесь творится до, так скажем, до мотора, вот, это, конечно, весело. Атмосфера здесь потрясающая. Я бы хотел тебя спросить, что творится до мотора на Евровидении, это тоже интересно. Кстати, мы это увидим. Нужна чайная ложка и соль. Вот это, Дим, Дим. Чайная ложка, вот. Танцуй, а буквально. Ты мне сразу говоришь, что нужно, я тебе буду... Соль и сверху. Соль. Соль и сверху. Хочешь? Занести соль. Чайную, да, я внизу соль, да, и потом я буду рассказывать. Вот приходил Билан, а я приготовил треугольники с мясом. Вот так оно обычно и происходит. Вот это звание, вот так, да? Да. Так, дальше нужно уже масло без запаха. Без запаха это вот это. Вот растите. Да, это абсолютно верно. Подсолнечное масло без запаха, рафинированное, недорогое. Сто, да, нужно миллилитров? Сколько, Дим? Да, сто. Сюда? Вливаем. Так, да, память. Так, а, мука, все, пошло. Мука, все, можно подождать. Слухи ходят по Москве, что у вас здесь все так оборудовано вообще. Да, да. И я вижу, действительно так. Действительно, видишь? А зачем с ним? А, все правильно. Нет, потому что можно было бы и так, но это займет больше времени. То есть, ну что, все, да? Ну да. Пошел такой снежочек. Ложкой как-то надо помешивать? Да, надо помешивать. Давай, мешай, я буду... Давай, доведем это какого-то. Ну, так. Нет, зато мы потом выиграем время, поскольку мука будет с воздухом, и она будет очень быстро подниматься. Смотри, становится уже гуще. Становится гуще. Но это не блины, это должно быть вообще... Это прям должно быть такое крутое, прям крутое тесто. Пожалуйста. Пожалуйста. А, блин, его здесь кто-то делал, да? Да. Я смотрел последние две программы с тобой здесь. Когда был во Владивостоке. Я тебе хочу сказать. Серьезно? Да, это, конечно, нечто. Потому что, а, в Владивостоке, а, видимо, из-за перемены климатических, не климатических, а временных поясов. Да, мне приходилось сидеть перед концертом и смотреть программу СМАК. А, да, наша программа СМАК в Владивостоке выходит в 10 вечера, да? Или нет? Где-то, по-моему, так. Вот если на кухне, да, брать, иметь в виду кухню, то самое мужское занятие – это тесто, это пекари. Серьезно? Это даже не мясо, да. Слушай, ну вот скажи честно, когда ты последний раз вот так вот месил тесто на кухне… Сказать тебе честно, я порепетировал пару раз перед программой «Дома». Ну, давайте мы поаплодируем Дмитрию, который репетирует не только выступление. Мама и сыну наставление давала по помощи. Нет, я давно просто этим не занимался, я уже давно переключился на несколько другие занятия. Да, мы понимаем. По этому же принципу… Можно вываливать, мне кажется. Всё? Думаешь? А что это она такая липкая? Нет, липкая, просто смотри, она чёрная, липкая. Нет, мне кажется, что ещё, Дим, нет? Липкая-то сейчас… Липкая, слушай, ну ты… Слушай, ну ты… Вижу себя, на экране… Поаплодируйте, посмотрите, как тесто получается, всё нормально. И, между прочим… Спасибо! И, между прочим, Дима, тесто очень так вот раз, да. Ну, знаешь, знаешь, движения такие характерные. Всё верно делаешь, всё верно делаешь. Так, ещё, ну-ка, дай тебе ещё вот попасы. Да, надо, надо ещё. Давай вот так вот, вот так вот. Такой у нас тут дожечек. Это мы делаем тесто, я напомню, для треугольников с мясом. Да. В общем, Дима сегодня приготовит ровно столько, друзья, чтобы, если будете готовить вместе с нами, во время конкурса Евровидения, вам не нужно будет вообще отрываться на то, чтобы что-то готовить. Вы наготовите надолго. Я заполоню экран, экран в этот день. Я тоже так говорил. Начну с твоей программы. Да. И, это самое, я тоже хочу вместе с тобой, так сказать, вместе пройти на Евровидение, потому что вечером-то… А чё, кстати… А, ну ладно. Неизвестно, ты знаешь? А чё… Ну ладно. Дело в том, что, ведь, когда создатель Евровидения… А, ты знаешь, это знаменитый английский продюсер Джордж Евровижен, он сказал, «Мечтаю, чтобы в 2009 году Евровидение провел ведущий кулинарного шоу». Ты, насколько я знаю, будешь там, естественно. Я даже если… Ты знаешь, Дим, мне… Чё врать-то? Мне предлагали вести. Я, пока я не выйду на сцену и не пойму, что всё, прямой эфир и уже не вырежут меня, я в это всё равно не поверю. Тем более, что столько разных ведущих было мне в кандидатуры. Я имею в виду, ну, в кандидатуры пары. Знаешь, сколько людей прилагалось? Ну ты что, я… Ещё один конкурс, кстати. Был огромный. Ну да. Джек Николсон, Аль Пачино, Мадонна. Сама напрашивалась, говорит, я сургантом на край света. Дим, значит, ага, раскатывай на него. Всё. Это мы вот его сейчас прям замешиваем до нужной консистенции. Да, его слишком замешивать тоже нельзя, потому что… Объясни, пожалуйста, какое оно должно быть? Оно должно быть, ну, добрым таким. Ну, как сказать, ну, таким лёгким, но… Можно поаплодировать. Тесто должно быть добрым. Вот. Ну, смотри, вот она при этом, можно я… Ну, она при этом такая воздушная и тёплая, потому что молоко-то было тёплое. Ну, да. Ну, смотри, как хорошо. И оно передаёт тепло руку к Диме. Между прочим. Да. Персень, кстати, на нём написано «Евровизжен 2008», Дима и Билан, мне его подарили. Пишутишь, серьёзно? Да. Поаплодируйте Дмитрию Билану. Мы его откладываем на какое-то время? Откладываем в что-то такое. Давай вот, знаешь, вот это нормально. Нет, это вот такая. Давай. Всё. Холодильник, да, и должно остыть, да, или как? А… Ну, пускай здесь. Надо чем-то прикрыть его. А, прикрыть нужно, подожди. Мы можем прикрыть его. Ну, можем. А можем вот так, как ты… Да, вот так. Оп, и всё. Всё, тесто здесь. Слушайте, я что-то потею прям вообще. Ну, так зарядка. Дима, что у нас произошло? Я хотел бы рассказать. У нас готово тесто для пирога, для этих самых, для треугольников с мясом. Да. У нас через секунду мы начнём делать начинку. Я на одну секунду оставлю тебя сейчас здесь одного, потому что у нас короткая, но нужная реклама на Первом канале, после которой мы возвращаемся, и узнать, что «Евровидение» в переводе с одного из ближневосточных языков означает «Как форшмака поем всю ночь тётя Хаси снится». Эх, не могу с собой совладать. И холодец доить хочется, и тёщу поцеловать. Джейн Остин. Разум и чувство. Дорогие друзья, с вас на Первом канале. У нас в гостях сегодня Дима Билан, и мы готовим вместе с Димой настоящую еду для тех людей, которые хотят сегодня встретить с хорошо работающим желудком. Ну, они очень праздничные, я тебе говорю, ты увидишь. Сейчас мы об этом поговорим. Кстати, что делал ты после того, как произошла самая важная победа. Я пока вот сюда отставлю, Дима. Нам нужно сейчас заняться вплотную, насколько я понимаю, начинкой. Что нам нужно для начинки мясных треугольников? Вы знаете, Иван? Да, Дмитрий. Отлично. Свинина. Свинина, свинина. Как я ещё и называю? Свинятина. Свинятина. Да. А где ножи? Ножи перед тобой. Сейчас мы будем потрошить свинятину. Ну, так. Вот смотри. Малин, тебе. Мне, да, и в принципе на хлеб, и в школу. Так, на лаваш. Но я хочу тебе сказать, вот смотри, а мы не будем, мы свинятину вот это всё, мы оставляем свинятину? Ты знаешь, да, это не говядина. Это нам пригодится, да? Да, это в говядине не прожёвывается всё. Теперь покажи, какими. Смотри, вот нужно, чтобы вот такие квадратики получили. Я понял. Сейчас, я понял. Сейчас мы попробуем это делать. Сейчас мы попробуем. Здесь не надо резать там, не знаю, волокно, в какую сторону идёт. Это в говядине надо учитывать, а здесь всё... Знаешь, у свинины волокно идёт в сторону обычно дома. Обычно в сторону кормушки идёт волокно. Так. Ножи у вас тут, конечно, острые. Да? Не, правда. Не в кавычках, не в кавычках. Не в кавычках. Скажи, вот Дима Билан. Дима Билан. Как не переводится. Никак певец. Никак. А как человек, который любит... Ты любишь поесть? Вот, кстати, любит. Да. Вообще, вот для тебя еда, это что? Вот есть люди, которые... Верлайма Валькуля мне рассказывают, я вообще есть не люблю. Но вот она говорит, вообще, мне всё равно, что есть. Ну, еда, это эквивалент для меня радости всё равно. Вот. Как ни крути. Дима, эти аплодисменты говорят, что ты не один такой. Слава Богу. Все наши зрители такие. Я тоже иногда расстройства кое-какие заедаю. Не расскажешь ли ты тогда, а какие не продукты даже, какие блюда являются твоими фаворитами? Ну, по крайней мере, в этот период твоей жизни. Ну, я, например, очень могу много съесть устриц там, да? Устрицы. Очень мне нравится в последнее время такая прозрачная еда, да? Устрицы, так. Полезная. Рыбу по-любому. Рыба. То есть ты любишь? Бывает периодами, да, что я... А, Караш, в кухнях каких государств? Поскольку меня помотало по жизни вообще нормально. Ну, слушай. Хоть мои родители не военные, но всё равно. Вот. И в Кабардино-Балкарии я жил, и в Набережных Челнах я жил, да. Да. И родился в Усть-Жигуте. И, в общем, как бы до сих пор мы не можем понять, кто я и какие у меня корни. Хотя корни известны. Вот, мой дедушка был в сотне царей Николая Второго. Сотня царей Николая Второго, да? Да, царя. Вот. Потом у меня были казаки. Мой дедушка был в 101-м. Не, ну я знаю. И ты знаешь, и как бы так удивительно совпало, что... Сверху или снизу? Нет, нет, он был в 101-м. И ты знаешь, это совпало удивительно и километражу как-то вот. Всё наложилось. 101-й в сотне царя и за 101-й километр. Так, подожди. Смотри, ты вообще как-то меня опережаешь. Сейчас я пытаюсь... Просто ты говоришь. А мы будем что делать с этой свининой? Мы её будем обжаривать, да, наверное? Ни в коем случае. Нет, а как? Вот я тоже хочу предупредить, потому что вопросы сразу задают. Надо её обжаривать или варить. Надо следить, кстати, вот за такими вещами, как, значит, не ешь жареное или не ешь, что-то в шареное. Слово «жареное», честно, мне не нравится слово «жареное». Жарить мне слово нравится. А вот «жареное» там, то, «жареное» это. Лучше тушёное употреблять, потому что «жареное» это всё. Секунду, узнаём интересные подробности. Я частенько, например, выезжаю за город, да, у меня даже один раз был случай. Вот, поехал, значит, по полям. И не заметил, что уже кувшинки растут. Прости, я тебя перебью на секунду. А бывает так, что ты садишься просто на машину, и вот так вот один, ешь куда? Дикарём, да. Дикарём? Вперёд и всё. Так. Вот, и въехал, значит, в болото я. Так. На праздник 1 мая как раз-таки, буквально вот в нашем... День, когда трудящиеся отдыхали. Да, 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 да. А представляешь, когда трудящиеся сидят у костра и говорят, всё хорошо, вот бы песню какую-нибудь хорошую послушать. И вдруг Дима Билан едет на джипе мимо. Едет, и мало того, он застревает в болоте. Было там пара человек в машине. Слава богу. Две девушки, да. Подтолкнули девчонки? И приятеля. Вот так по пояс в болоте. Дима, давай! Приходилось. Ну, я, естественно, их попросил. Говорю, давайте всё-таки сделаем усилия. Они встали вперёд. Я облил их грязью просто с ног до головы там же. Ну что, ну вырвался из болота? Вот. И, значит, нашли какого-то дядю Васю. Вот. И он взял свой трактор, мы шли впереди, он ехал за нами. Мы всё это прицепили, делал. Я всё это снял на видео. То есть всё это, это действительно такая история была. Потрясающая история. Представляешь, как повезло Василию трактористу, который не ожидал, что ему придётся при помощи своего трактора вытягивать автомобиль певца номер один нашей страны. И вообще... Слушай, в прошлом году в канун новойских праздников, то есть ты буквально за две недели до Евровидения чуть не утонул в болоте вместе с машиной? Нет, мне нужно было уехать и подумать перед таким шагом. То есть такое было у тебя серьёзное, да? Да, и, значит... Совещание с самим собой? Да, вакуум такой, значит, вселился в меня. Так. Всё, мне кажется, вот с этим достаточно. Да, не надо больше? Самое главное, чтобы они не были огромными, потому что мы потом... Нет, мы мелкой-мелкой всё порезали. Так, картофанчик. Картофанчик. А, смотри, а ты можешь взять лук как раз сейчас? Да, могу. У нас есть такая штука, которая мельчит. Ты знаешь, есть такая штука. Она перед тобой. Вот она, эта штука. Где лук? А сколько? Очень объёмная. У кого кухня 9 метров, пожалуйста, как бы... А сколько нужно лука, Дим? На глаз, опять же. Две луковицы? Ну, чтобы, знаешь, чтобы это всё запеклось и был сок внутри. А мы это запекать будем в духовке? Я смотрел как раз программу с Варлей, с тобой, да? И чистил картошку специальным прибором. Да. Вот не было сейчас. Я думаю, что вот этот прибор, пожалуйста, чистим на здоровье картошку. Это самый простой способ чистить картошку. Лук, мы... Надо его тоже достаточно мелко. Пауза возникла. Поаплодируйте. Пауза никакой у нас никогда не возникает. Слушай, а какой был, был ли какой-то специальный праздничный ужин после того, как ты выиграл Евровидение? Ну, какой-то, я не знаю, помнишь меню? У меня был праздничный ужас после Евровидения. Я тебе хочу сказать, что тогда существовал ещё Войнес-тур, да? То есть победители, которые садились на самолёт. Ага. Сразу, буквально на следующий день, ты ещё с такими глазами на выкате. Вот. Садился самолёт, на нём было написано Евровидение. И куда ты ехал? И мчался по Бельгиям, по Швеции, по... А-а-а! Да, по Норвегиям, по всем этим. Да ты что, специальный такой, быстро... То есть... А сейчас и такого уже не будет в этом году. Потому что кризис, да? Почему? Ну, это раньше, до кризиса, кстати, ещё стало ясно. Не знаю, почему. Отменили они, да, такую вещь? То есть ты был последним победителем Евровидения, который... Из Мобикана, да. ...который ездил в тур победителей. Да. Дим, вот так, не очень крупно. Можно ещё помельче? Скажи, я сделаю помельче. Можно чуть-чуть помельче. Ещё чуть помельче. Картошечка в мясо бросается с головой. Ещё бы одну картошечку я бы туда порезал, Дим. Всё, эти картошки мы, после того, как ты уйдёшь, продадим в интернет-аукционе. Картошки, которые чистил Дима Вилан. А перчить, солить мы это будем? Будем, да. Тогда скажи мне, сколько лука нужно? Мне кажется, вот пока вот так. Вот так, давай. Ты знаешь, что сейчас произойдёт? Приятная вещь. Лук, безусловно, смешается с мясом, даст правильный сок. И мясо, как-никак, будет мариноваться. Для этого мы всё это всё сейчас перемешаем. Знаешь, кайфово всегда делать руками. У меня тоже часы. Да, у нас у всех часы. АПЛОДИСМЕНТЫ Я полностью согласен. Я пытался хотя бы одну руку сохранить, которая не пахнет луком. Теперь нет. Ты уйдёшь с программы, чтобы всё людей ходить замок. Теперь таких рук нет. Всё, я думаю, что, Дим, даже мне кажется, не надо. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Количество. Теперь я прибегну тоже. Давай. Так, я убираю. Перец молотый лучше. А мы сейчас его можно... Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. А, нет, всё правильно, вот так, да. Ты смотришь, всё верно, чёрный. Я оставляю сейчас, Дим, тебя доводить до кондиции нашу начинку. Я напоминаю, что здесь картошка, здесь свинина, порезанная кубиками, здесь перец, здесь лук, и здесь будет соль, да? Сейчас, ты поможешь. А оставляем Диму на кухне. У нас, друзья, короткая реклама, после которой мы вернёмся. И узнаете, что первоначально знаменитый роман Яна Флеминга «Казино Рояль» назывался... Ребята, давайте спирт разведём и бутылочку раскрутим. Так, Виталик, уже без пятнадцати? Сейчас доедаем. Ты быками занимаешься, а я к тёлкам пойду договариваться. Из кинофильма «Полуночный ковбой». Дорогие друзья, с Мак на первом канале. У нас в гостях сегодня Дима Билан. И мы вместе с Димой сегодня в преддверии Евровидения готовим, финал Евровидения, готовим блюдо, которое называется «Треугольники с мясом». У нас готова начинка. Нам осталось раскатать тесто, сделать треугольники и отправить его в духовку. Всё правильно, только тесто раскатывать не надо. Не надо раскатывать? Да. Чем меньше раскатывать? Чем потом меньше будет закатывать. Абсолютно верно, да. Это отец мне говорил, когда я «Велосипед новый» смотрел в детском мире однажды. Вот, смотри, вот такими штуками всё-то берётся. Так. Вот такие. Так. Вообще, тесто, в принципе, мешать нужно только в одну сторону. А, муки надо. Посыпать, да? Да, посыпать. Вот. Потом, чем меньше ты его трогаешь, тем пышнее оно становится. В особенности, вспоминаю, просто мамины наставления. Так. Так, смотри, тесто какое-то прям резиновое, да? Классное. Ага. Вот. Что дальше? Короче, можно раскатывать, но лучше руками. Давай, показывай. Какую-то форму надо придавать? Круглую. Круглую форму, да? Ложка. У меня получилась квадратная форма, потому что я на телевидении работаю. А ты диски выпускаешь. Так, так, так. Сюда это раз, так. Береложка еще. И ты к чему делаешь-то береложку? И закладываешь в середину, да? Да. Как много? Сейчас главное соблюсти... Пропорцию. Поскольку, да, поскольку блюдо бесхитростное, в принципе, да, вот, надо тогда сделать и отыграться на форме и на красоте исполнения. Так. Смотрите, что мы делаем. Мы их сводим. Так. Здесь сделаем один. И вот я сейчас. Я такой сначала один сделаю. Подожди ты. Ах ты. То есть действительно нужна какая-то, да, дырочка посередине? Ну да. Чтобы выходил вот этот вот, да, пар? Смотрите, что я делаю. Мне неприятно это видеть. Ты очень хорошо это делаешь, Дима. Нет, мне тоже немножко... То есть вот это по сравнению... Вот сразу... Да, не у всех дети красивые, но... Как говорил мой отец, глядя на меня. Говорит, вот мой сын. А, простите, вот. Вот мой сын. Слушай, ну ладно. Знаешь, вот... Так, выкладывать надо их уже, наверное, на... Знаешь, куда? А знаешь, что я придумал? Давай я их сделаю? Да. Я как раз хотел тебе предложить. А давай, хочешь, я креветки пожарю для салата? Ну, давай. Вот. Вот это я, пожалуйста. Это я с удовольствием. Первым делаю. Поскольку я капитулировал абсолютно перед тем, как Дима делает. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите, про Дениску. Слушай, а выкладывай прямо на эту коричневую штуку? Она не прилипнет. Не пригорает. Не пригорает. Выкладывай. Большие куски, конечно, получают. Ничего. И мы не маленькие, Дим. И мы-то ведь тоже не маленькие. Раскаленная сковородка, креветки. Я так понимаю, что традиционный салат рукола, помидоры. Ну, да, бесхитростно, опять же. Это мы, пожалуйста. Это мы. Самое то. Ну, вот. Я тут, короче, зависаю уже. Мы гибли, и все. Слушай, ну, доделай еще одну штуку, и мы положим это, и все. Ну, в конце концов, что нам? Все понятно? У нас не стоит задачи однокормить всех жителей северо-запада Москвы. Так. Берем руколку. Еще у тебя нет ощущения? Мне кажется, руколы напоминают вкус мяса. Мяса? Да, да, да. Она очень насыщенная какая-то. Так. Берем руколку. И берем черепомидорки. И меленько все эти черепомидорочки прямо в эту руколку бросаем. Прямо в эту руколку мы бросаем. Дима, да, не просто. Так. Теперь. Значит, а у нас... Сейчас мы быстро сделаем заправочку для салатика. А заправочка будет? Хочешь развести масло с бальзамиком? Да. Ты как предпочитаешь? Абсолютно точно так же. Можно давать мед, горчицу. Все, что хочешь. Так. Сейчас у меня такой громадный треугольник. Так. Будет большой. Я смотрю, ты переходишь на более широкие мазки. Начинаются. Слушай, а бывает, когда есть свободная минутка, ходишь ли ты в музеи в кофе? Ты знаешь, у меня вообще фетиш есть. Я выезжаю на выставки, на вернисаж, который у нас на парке, в парке культуры. А тебе что, бывает, тебе же присылают твои портреты, наверное, какие-нибудь там, что-нибудь такое. Нет? Есть, но я это все не храню дома. Я купил недавно проигрыватель. О, ты стал ценителем. Ну, я не то, что стал. Я продолжу просто это увлечение детства. Вот, сейчас покупаю пластинки. Вот, еду на блошиный рынок на выходные. И покупаешь там пластинки. Да. У нас такой салат получится. Много креветок, много помидоров, много руколы. Все. Давай. Выкладываем. Какая температура должна быть? 160-180. 160-180. Она всегда курсирует где-то. 160-180. Дорогие друзья, под аплодисменты. Открываем. И вот прямо сюда, да? Не надо сверху их чем-то смазывать. Через минут 10. Через минут 10. Все, закрыли. Салат руколы с креветками готов. Не буду я рассказывать, как вы его готовили, потому что это так. Мы с тобой сейчас можем им закусить. А у нас, друзья, сейчас будет волшебная пауза, которую вы не замените, потому что время зажмется. И вы увидите, что произойдет у нас через несколько часов, а у вас прямо через одну секунду. Раз, два. Тарик. Я достаю. Давайте. Вот оно выглядит. Вау. Так, давай. Мне кажется, все удалось, на самом деле. Вот. А ну аплодировать. У-ху. А ну аплодируй. Слушай, я хочу это как-то снять. Сюда, друзья. Давай, сюда, конечно. Вау. Слушай, я прямо начинаю гордиться просто. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Итак, друзья. В треугольнике с мясом по рецепту Дима Билан. Мы берем дрожжи. 50 грамм. 40-50 грамм. Разводим в теплой воде. Да. В дрожжи с теплой водой мы кладем столовую ложку сахара сначала. Сахара. А потом добавляем. Ждем, пока это немножко поднимется, пена должна вырасти. Потом два стакана теплого молока перемешиваем с дрожжами. Да. Потом мы добавляем туда молоко, потом добавляем туда соль и ложечку. Так, дальше. подсуточное масло без запаха. 100, да, нужно миллилитр? Да, 100. И добавляем, начинаем добавлять туда муку. На глаз, как говорит Дима. Нужно добавлять муки, 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 пока не получится тесто. В это тесто... Пока его невозможно будет вывалить на стол. Да. Когда вы вываливаете на стол, вы его начинаете в муке же обваливать, обваливать до нужной консистенции. Потом вы его ставите в теплое место, чтобы оно поднялось. И два раза где-то его нужно будет придавить. После этого вы берете свинину. Свинину или баранину. Свинину мы порезали постные кусочки, порезали кубиками. Добавили туда мелко порезанный лук, добавили туда картофель, также кубиками порезанный. Добавили туда перец, соль. Все это перемешали хорошенечко. И после этого, друзья, вы должны сделать из них треугольнички. После этого вы ставите это в духовку 180 градусов, пока не приготовится. Сверху, через 10 минут, после того, как постоят треугольники, вы оливковым или растительным маслом, да, кисточкой обмазываете. Да, растительным или сливочным. Достали, готовые. Вот так, друзья. Треугольничку с мясом. Немного креветок и черепомидоров. И теперь самое главное. Прежде чем съесть это, пожелаем удачи всем, кто сегодня будет принимать участие в конкурсе. Пожелаем удачи всем, кто будет смотреть. Конкурс, кто будет готовить еду для того, чтобы смотреть конкурс не на пустой желудок. И, конечно, сейчас, Дима, я предлагаю улучшить вкус блюд, которые стоят у нас здесь. Да, при помощи песни. Самое главное, да мне кажется, это верить в то, что ты делаешь. Да. Я даже не знаю, что добавить. А добавлять не надо. Надо петь. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дима, поаплодируйте, Диме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, я хочу тебе подарить. Друзья, всемирно известный производитель посуды компании Таповар дарит Дима тебе инновационные изделия, карусель для сушки салата и сотейник от шефа из нового премьер-каталога. Стабильность и уверенность в будущем вместе с тобой. Друзья, это для Димы Билана сувениры для дома, которые он будет использовать, потому что он, друзья, сегодня доказал в очередной раз, он умеет не только петь, но и готовить. Дима Билан с твахи. Увидимся на Евровидении. Я сейчас вернусь, мы доедим и будем готовиться к Евровидению, друзья. Я желаю вам сегодня приятного Евровидения вечером, я желаю вам приятного аппетита, прямо сейчас. Я желаю вам посмотреть нашу программу ровно через неделю, когда вы узнаете, почему в ранние годы Арнольда Шварценеггера некоторые за глаза называли треугольник с мясом. До свидания.